Друзья, всем огромный привет! Вы на канале интерактивной фотошколы Art Photo Life. Меня зовут Серджио. И сегодня мы продолжаем с вами изучать Photoshop. По предыдущим урокам вы уже знаете, что Photoshop это достаточно сложный инструмент, который предоставляет нам просто громаднейшие возможности по цветокоррекции и обработке фотографий. Но также в Photoshop доступны очень простые и быстро реализуемые инструменты для улучшения наших изображений. И сегодня у нас как раз такой случай. У нас с вами мужской портрет. И мы разберем с вами, как на этот портрет очень быстро наложить красивую кинематографичную шоколадную тонировку, правильно добавить контрастности и тем самым сделать наш портрет более брутальный, более художественный, более интересным для нашего зрителя. Фотографию для подобной обработки нам любезно предоставила группа ВКонтакте Роу Банк и замечательный фотограф Александр Эванс. Итак, друзья, если вам интересно, как в Photoshop сделать очень быстро красивую художественную киношную шоколадную картинку, это видео именно для вас и мы начинаем. Итак, друзья, вот мое изображение. Оно уже испытало на себе мою ретыш в Lightroom. На этом мы подробно останавливаться не будем. Поэтому уже обработанную фотографию мы загружаем с вами в Photoshop. И теперь смотрите, что мы с вами делаем. Итак, мы опускаемся вниз в панель корректирующих слоев. Кликаем на корректирующий слой. Выбираем здесь слой карта градиента. Неважно на самом деле, какой у вас градиент здесь появился, потому что вот на сам градиент мы кликаем два раза. У нас появляется вот такая вот интересная панелька. И как мы видим, здесь есть коллекция градиентов. И внизу есть вот такая вот полоска в виде градиента. Это то, что накладывается на наше изображение. И как вы видите, здесь есть ползунки верхний и нижний. Вот давайте мы на левый нижний ползунок кликнем два раза. У нас с вами выскакивает вот такая вот палитра цветов. Здесь мы с вами выставляем оранжевый цвет. И теперь передвигаем ползунок вниз вот сюда, чтобы получить такой красивый цвет темного шоколада. Если вы затрудняетесь получить подобный цвет, как у меня, вы можете использовать цветовой код, который прописан вот здесь в этой строке. Сейчас покажу, как это работает. Итак, данный цветовой код я размещу в описании к этому видео. Вы скопируете этот цветовой код и, например, у вас градиент будет стоять, не знаю, вот такой вот зеленый. Вы сюда вот вставляете это значение, которое будет по ссылке под видео, Ctrl-V. И у вас, соответственно, моментально появляется необходимый вам цвет. Итак, идем далее. Кликаем ОК. Но это еще не все, друзья. Нам нужно с вами поработать теперь и со светлыми участками. Кликаем на правый нижний флажочек два раза. У нас появляется палитра цветов. Выбираем опять оранжевый цвет. Вот я ориентируюсь вот на правый верхний угол. Но, друзья мои, теперь мы выбираем не шоколад, а мы выбираем наоборот противоположную светлую сторону, чтобы получить вот такие красивые бежевые оттенки. Номер кода в цветах будет находиться также по ссылке под видео. Теперь вы знаете, как его вставить, применить и создать свой градиент. Кликаем ОК. Итак, друзья, теперь мы можем этот градиентик сохранить. То есть мы кликаем вот сюда новый. У нас появляется вот здесь вот новый градиент. И мы можем сохранить его в папке градиентов, присвоив ему какое-нибудь название. Кликаем сохранить. Все, теперь этот градиент надолго поселился в нашем доме Photoshop. Кликаем ОК. И теперь, друзья, нам с вами необходимо сменить режим наложения. Вы можете выбрать режим наложения мягкий свет. Вы можете выбрать режим наложения жесткий свет. Как вы видите, эти наложения работают немного по-разному. Вы можете выбрать режим наложения умножения. Вы можете выбрать затемнение. И так далее. Вы можете выбрать перекрытие. Ну, сейчас я вам показал основные режимы наложения, которые можно использовать при тонировке ваших фотографий. Остальные попробуйте, конечно. Но это чисто ради эксперимента. Они будут давать совершенно другой эффект. Итак, друзья, я люблю использовать мягкий свет. И теперь давайте посмотрим. Было, стало. Наше изображение стало слишком коричневым и слишком темным. Поэтому я понижу непрозрачность. Где-то примерно на уровень 30 будет вполне достаточно. И смотрим. Было, стало. Если вы хотите, чтобы эффект был посильнее, можете сделать его посильнее. Самое главное не переборщить, чтобы картинка вся не превратилась в какую-то... Помните, что во всем должна быть мера. Итак, друзья, идем дальше. Мы можем аккуратно и качественно повысить контраст изображения. И это актуально, особенно для мужских портретов. Что мы с вами делаем? Мы опять идем в корректирующие слои. Выбираем здесь корректирующий слой черно-белое. И абсолютно ничего не делая, меняем режим наложения на перекрытие. Наша же картинка, конечно, стала очень сильно контрастной. Поэтому мы убираем непрозрачность слоя в ноль. И двигаем немного вправо, регулируя таким образом контраст нашего изображения. После работы с этими двумя слоями, как правило, пропадает информация в тенях. Потому что все эти оба инструмента усиливают контраст. Что мы с вами делаем? Для того, чтобы откорректировать наше изображение, мы опять идем в корректирующий слой. Выбираем здесь уже на вкус либо уровни, либо кривые. Уровни попроще. Давайте возьмем корректирующий слой уровней. И здесь мы можем отрегулировать изображение. Сделать его чуть-чуть светлее. Подвинув центральный ползунок немного левее. И можно поработать также над точками белого. И также можно усилить контраст, если двигая вправо. Но на этом изображении нам этого делать не нужно. И внизу, нижний ползунок, который изображен в виде градиента. Мы также можем ползунками добавить точку черного, двигая вправо. И таким образом сделать наши тени более бархатистые и более матовые. И подвинуть влево точку белого. Таким образом приглушается светимость самых ярких участков изображения. Ну, в общем, друзья, на этом все. Меня изображение уже вполне устраивает. Давайте теперь я зажму кнопочку Alt. И кликну на самый нижний слой, который называется фон. Итак, было. Стало. Практически незаметно. Аккуратно. Мы сюда добавили красивую художественную коричневую тонировку. Фотография стала более интересная. Попробуйте, поэкспериментируйте. Мне, например, очень нравится, как данный эффект ложится не только на мужской портрет. Но и, например, на пейзажи. Зеленый приобретает такой очень интересный, красивый, художественный цвет. А на этом, друзья, все. Если видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк. Это для меня лучшая награда. Если не подписаны, то подписка, конечно же, не обязательно. Но позволит вам не пропускать полезные и интересные для вас видеоуроки по обработке фотографий. На этом, друзья, все. Желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч. Если ты впервые на моем канале, не забудь заглянуть в мой инстаграм и после подписки получить в подарок набор пресетов Universal для ПК и телефона. Следи за новостями в инстаграм, участвуй во флешмобах, получай призы и подарки. А в телеграм-канале тебя ждет общение с единомышленниками, совместное продвижение соцсетей, программы на телефон и ПК для обработки фото и видео. Ссылки на инстаграм и телеграм в описании к этому видео.